Слава нашему Господу! Слава нашему Господу! Слушайте внимательно! Крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота. И вот слушайте! И уразуметь превосходящую разумение любовь к Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божию. Как можно уразуметь то, что нельзя? Друзья, апостол Павел говорит, я колени склоняю. К чему мы призываем сегодня? Не повис где-то на заборе, смотрит на луну и два слова к Богу говорит, или утречком сел в машину, ну Господи, хранил пути, или уже накрылся одеялом и вспомнил, что не помолился. Друзья, дорогие, для того, чтобы Бог открыл, дал нам разумение понять любовь Божью, Павел говорит, я к Богу иду, колени преклоняю, и Бог через Духа Святого дает веру, и дает это мощное основание, которое есть на любви, и уразуметь превосходящую разумение любовь к Христову. Первое пожелание вам на этот год грядущий. Второе. Филиппийцам 4, 6, 7. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и упрошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, говорите дальше, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Любовь Божия превыше ума, но может быть открыта Духом Святым, нам, друзья дорогие. Мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Третье место Священного Писания, 1 Коринфянам 2, 9, 2, 9, 10. Но как написано, не видел того глаз, не слышало уха, и не приходило то на сердце человеку. Умом не можем понять. Глаз не видел, ухо не слышало, и умом это понять нельзя, что приготовил Бог любящим Его. Слушайте, 10 стих. А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает, и глубины Божии, ибо кто из людей знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем, так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божьего. Вы слушайте. Но мы приняли не Духа мира этого, а Духа от Бога, дабы знать, дарованное нам от Бога. Друзья дорогие, оптимистически хочу закончить этот год. Не видел глаз, ухо не слышало, и мозги человеческие это не могут. Отправитесь наш Авраам, передвигается по пустыне, ставит свою палатку, и там животные выгрызли эту бедную траву, перешел на пару километров, зно перешел на пару километров, и жил в палатках, не строил себе дома. Почему? Города ожидал. Города, в которого строитель и художник сам Бог. Друзья мои, я не знаю, что принесет нам 21 год. Смотря на то, что вокруг нас ничего хорошего. Мы как пресвитеры должны вам это сказать. Ничего хорошего. Что нам придется пережить, я не знаю. Но с нами и тот, кто нас в небо ведет. Друзья, и если наш фундамент, если им преисполнены любви Божьей, которая слилась в наши сердца, Духом Святым, и мир Божий живет в моем сердце, который мозгами человеческими понять нельзя, то я туда. Я не знаю, кто куда. Я вас зову с собой, чтобы увидеть то, что так трудно понять.